Здравствуйте, люди добрые, души чистые. Здравствуйте, родители сынов своих достойных. Вадим Карабинский из поселения родовых поместьй Карельская Залесия. О Карельской заставе, а конкретно о летней августовской, та, что с 1 по 11. Есть хорошие новости. Как вы помните, с Онерского озера мы уехали для того, чтобы не строить временные лагеря. И теперь будем летний проводить в поселении родовых поместьй на своей земле, для того, чтобы строить стационарный городок для парней, деревянный, железный, каменный, земляной, надежный, на века. Для того, чтобы было красиво, уютно, самобытно и удобно. После того, как мы построим лагерь для парней, мы сделаем и лагерь для родителей, чтобы можно было всей семьей отдыхать, если кто-то из родителей захочет здесь поставить палаточку. Озеро у нас свое тоже есть. Так вот, хорошая новость в том, и, кстати, я сейчас нахожусь как раз вот в том месте, где я буду строить городок. Ну, местность я покажу чуть позже. Сейчас главное, что вот я завез первые стройматериалы. Это я на свои деньги купил кровлю. Ну, на все навесы не хватит. Здесь вон уже на 33 тысячи рублей одной только кровли. А еще же это нужно на что-то ставить, там, доски, столбы, какие-то фундаменты, как-то бани какие-то городить. Но это мы все летние, поэтому, я думаю, к августу справлюсь. Здесь вот 23-метровых листов. Ну, площадь можно посчитать, я просто забыл. Это будет два навеса. Один стационарный для занятий, а другой для кухни их и прочего хозяйственного. Сейчас я зайду на поляну, где мы будем это дело строить. Вот, если получится показать, она окружена деревьями. И тут, если некоторые деревья убрать, закрывающие тут вот горловинку, то окажется, что эта поляна, окруженная деревьями, она еще шире. Поэтому тут планов громадьева и штаб построим для дядек-наставников. И все у нас тут и дровняки, и сушилки будут. Ну, и места для занятий, само собой. И получается, у нас тут есть поля для всех игр, включая лапту. В общем, летние заставы станут только лучше. Несмотря на то, что не будет вот самого Онежского озера, да, вот, именно вот этой красоты. Но зато будет другое. Мы сможем развиваться, понимаете. На берегу Онежского озера мы эти пленочные лагеря строим, а потом разбираем. И получается, что у нас вот никакого развития. Мы не можем ни печь свою поставить, ни кузню свою поставить, ни полосу препятствий сделать, такую грандиозную, нормальную, с серьезным вызовом. Пирс не можем построить. А у нас вот здесь вот есть свое озеро маленькое, Сары-Ярве. Ну, не совсем маленькое, километра на два, по-моему, это или больше. Там мы пирс поставим, баньку поставим, все со временем оборудуем. И будет сюда приезжать приятно, душевно, уютно. В общем, будет хорошо. Цель этого ролика показать, что строительство Карельской заставы началось. И с этим я поздравляю всех причастных. И у меня просьба. Кто считает, что наши заставы нужны и может помочь материально, помогите материально. Нужно. Вот я строю своими руками, то есть мне за работу платить не надо, но нужны стройматериалы. Стройматериалы нужно покупать. Вот еще кровлю, еще бревна завозить, доски нужны. Ну, на большее мы не разойдемся в этом сезоне. Ну, вот то, что я насчитал, там надо 230 тысяч. А, ну вот я на кровлю уже 33 тысячи плюс доставка потратил. То есть нужно еще 200 тысяч рублей на строительство вот этой летней заставы. И, разумеется, все причастные, вы думаете, можно же как-то будет потом монетизировать мои СМИ. То есть я буду рад отблагодарить. Потом можно будет, ну, понятно, ваши дети смогут участвовать в наших карельских заставах и в юношеских, и в девичьих. И вы сами подумайте, может быть, вы захотите в этом городке что-то свое проводить. Это же как источник дохода, почему вам не сделать этот вклад коммерческим. Потом у меня есть гостевой дом, вы сможете у нас отдохнуть. Ну, то есть в личной переписке мы можем обсудить детали. Вот на такую-то сумму я вот могу бартером рассчитаться так. Но самое главное, конечно, чтобы мы могли принимать здесь парней и развивать карельскую заставу. И чтобы приезжали к нам еще дядьки-наставники из других регионов. И потом дорастали до атаманов и проводили свои региональные заставы, как это проходит уже еще в нескольких регионах. То есть мы родоначальники целого движения застав, хотя сами тоже начинали с сибирской заставы, вдохновленной сибирской заставой. Но это история. Теперь мы самостоятельная карельская застава. За всем все. Быть добру. Буду благодарен за помощь. Конец связи. Конец.